Всем хорошего дня, с вами самоостройщик Лёха, и сегодня расскажу, как я сделал маленькую бюджетную кухню. Ролик получился ну прям очень длинный, тут одним пирожком не обойтись, поэтому двигайте диван к холодильнику и мы начинаем. Ролик получился ну прям вот реально очень длинный, поэтому для удобства, чтобы сэкономить ваше время, весь ролик я разбил на главы, то есть в описании под видео будут ссылки на тайм-коды, нажимаете на них и вас перебросит туда, где вы недосмотрели, либо хотели бы пересмотреть. Ну а перед тем, как начнем, небольшая интеграция. Ни одна кухня не может обойтись без качественного смесителя. Хочу посоветовать вам бренд ИДИС. ИДИС – это надежная сантехника для кухни и ванных комнат. В онлайн-магазине ИДИС я привел смеситель для кухни модель Куба в трендовом оттенке сатин с каналом для фильтрованной воды. Это уникальная технология управления фильтрованной водой, которая практически не имеет аналогов. Теперь, чтобы налить стакан воды, не нужна вторая ручка. Достаточно просто повернуть основную ручку в закрытом состоянии. Высокий поворотный излив и надежный корпус из прочного латуни с панируемым содержанием свинца делают смеситель более практичным и долговечным. Это просто идеальный смеситель на любой кухне. Гарантия на все смесители ИДИС – 10 лет. Чтобы приобрести смесители ИДИС с 15% скидкой, при оформлении заказа в онлайн-магазине ИДИС-СТОР указать промокод «Вариант» либо в комментарии, либо в разговоре с менеджером. Ссылочка будет в описании. Подготовка-Заготовка Возьми, может пригодится на кухне, может на стеллаже. Огромное спасибо, я знаю, вы смотрите. Как видите, все, что вы дали, уходит в дело. Шкафы были с болтами, были с креплениями, с петлями, поэтому заранее приходилось их все это очистить, то есть подготовить уже в будущем к нарезке. Поэтому 15-минутное, сейчас я быстренько все разберу, превратилось в трехчасовое, как это аккуратно выкрутить, чтобы не повредить. Более того, часть листов фанер я так и не смог раскрутить, поэтому они ушли целиком на распил. Прямо с болтами, с самолезами. Прямо с болтами, с самолезами. Распил Следующий этап был распил. Моя супруга в заранее на листочке нарисовала будущий проект кухни. Было сформировано первоначально то, что необходимо, а второе уже на остатке. Ну то есть те шкафы, которые были в приоритете, это было первоначально. Остальное уже по остаткам, вплоть до пары миллиметров, что куда что влезет. Распил был в принципе очень долгий. Ранее в роликах я показывал, как изготовил станок, потому что знал, что все это придется пилить. Причем не две-три фанерки, а десятки, десятки фанер. Фанеры тоже между собой отличаются. Есть фанеры, которые были от шкафа, допустим от старого шкафа, они были более плотные. И также были фанеры из, скажем так, нового поколения, 2000-х годов. Это фанера, которая используется сейчас в тумбочках, в каких-то полках. Но там буквально, скажем так, не хватает этих вот опилок, то есть там пустоты. Да и в принципе, когда вы пилите циркуляр, то чувствуется, когда фанера прям по маслу идет, а когда немножко с закусыванием. Как вы помните ранее, я набивал рейки, что прям идеально по контуру, прям по линеечке, все прям вот идеальненько. Шло полотно и напиливало мне прям идеально, как заводской. Сразу скажу, что ничего подобного не получилось. Во-первых, это был непрофессиональный станок, поэтому как бы я ни старался, как бы я ни уплотнял, диск прогибался-выгибался в ту сторону, в которую он считал нужным. Поэтому все элементы получались немного дугообразные, либо вогнотообразные. В дальнейшем, у меня уже просто не хватило терпения, я повыкручивал все эти рейки и все дальнейшем нарезал с помощью линейки и карандаша. Перед приходилось действительно очень много, на распилку всех деталей, всех подгонок у меня ушло около трех дней. Почему так много, не могу объяснить. Во-первых, сама циркулярка перегревалась. Во-вторых, сначала я делал большие детали, потом из остатков деталей шли маленькие детали. Потом я их комплектовал, чтобы не перепутать, что я вообще-то напилил и куда это относится. Ну и ко всему прочему, у меня была схемка, был рисунок, помечал, что отпилил чего нет, искал из чего сделать. К тому же была переброска, переборка, пересортировка деталей, так чтобы лицевая сторона была более-менее красивая, которая в дальнейшем будет смотреть на меня, а худше уходила на задний план. А это все занимало время. Следующий этап, это был сборка. Заранее прикупил всякие ножки, конфирматы, мебельные крепежи, биты, сверла. Все как положено, чтобы собрать мебель. Первоначально в сборке у меня участвовал два шуруповерта и дрель. Сначала делал маленькое отверстие дрелью, потом его увеличивал под конфирмат мебельный шуруповертом, и потом уже шестигранником загонял конфирмат. Подписчики на втором канале увидели, что я мучаюсь и подсказали купить уже готовый конфирмат 50 на 70. То есть сразу просверливается и маленькое, и большое отверстие, уже под готовый кухонный конфирмат. Он загоняется туда и достаточно использовать два шуруповерта. На следующий день, в принципе, я так и сделал. Это немного ускорило мою сборку. Но потом выяснилось, что у меня этих деталей не хватает, и я еще неоднократно возвращался к станку и напиливал эти детали. Я совсем забыл про детали, которые находятся сверху нижних ящиков, то есть те, кто примыкает к столешнице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высота нижних шкафов была 63, плюс ножки, плюс столешница, и там было где-то 80-83. Углубление было 55. Так как сама столешница имела размеры 60 см, то шкафчики были 55. Чтобы 3 см были, получается, над шкафчиками, чтобы ручки не упирали. И 2 см остался взор между самими шкафами и стеной. Чтобы там кинуть какие-то провода, чтобы там воздух гулял, ветер, чтобы, то есть, ничего не прело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под мойку мы делали угловой шкаф. И он был собран и самый сильный, и самый массивный ЛДСП, который у меня была. Из такого ЛДСП можно было, в принципе, сделать диван или кресло. Она была очень толстая, очень плотной. Диск с трудом смог его пропилить. Настолько плотная была субстанция, что сначала приходилось его просверлить, а потом уже закручивать саморезы. Черные саморезы просто отваливались, шляпки вырывало. То есть, настолько она была плотная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что черный саморез использовать было, конечно, не очень хорошо, но в дальнейшем все ножки и все крепления, плюс дополнительные стыки, плюс усиление, были сделаны уже осанкованными, либо, как я называю их, золотыми саморезами. Это помимо тех, где были еще конфирматы. В дальнейшем потом покажу. Сейчас была просто первоначальная сборка. Вообще примерка, как это пойдет, не пойдет, мы все надо подпилить. Как ни странно, с первого раза получилось все идеально. То есть, все заходило. Правда, получилось не очень ровненько, приходилось немножко подтесывать. В дальнейшем также подписывайтесь на канал. Подписчики второго канала подсказали мне, что для более комфортной сборки, когда я собираю один, приобрести уголок. Специальный уголок есть, специально придуман для мебелей. Естественно, я его прикупил. Стоит он 400 рублей, недорого. Сломался у меня он где-то через седьмой шкафчик. Ну, потому что там сплав алюминия и, походу, еще какой-то там странной субстанции, которая, ну, очень мягкая, очень непрочная. В дальнейшем я себе такое сделал из каких-нибудь уголков. В принципе, здесь там простенький. Но вещь довольно-таки удобная. Она, получается, сама держит две стороны. Идеально под углом 90 градусов. Очень удобно. Кто собирается мебель или будет собирать, очень рекомендую. Даже если вы будете брать для единичного использования, очень удобная вещь. А так, лучше, если вы собираетесь с кем-то, то, в принципе, думаю, проблем не будет. Надеюсь, вопросов у вас не возникнет, почему все элементы, все детали разного цвета, какие-то дырявые, какие-то гладкие. Ну, потому что брал то, что было. Всю фанеру, всю ЛДСП я приобрел в правом смысле задаром. То есть я нисколько не потратил. Сейчас эти листы стоят... Ну, когда я смотрел, скажем так, в интернете перед закупкой, перед тем, что додумался, что их можно, в принципе, достать бесплатно, лист стоил 1300-1700. Сейчас лист уже ушел за 3500-3600. Поэтому купить такой объем, то есть купить объем только ЛДСП, не кухню, а именно ЛДСП, у меня выходил почти 35000. Это только на ЛДСП, без всяких креплений, ручек, ножек. Это только вот сам материал, который бы я распиливал. Опять же, я при расчете чисто квадратуру без обрезков, поэтому сколько там получилось бы в реале, я не знаю. Также рассматривал вариант купить какую-нибудь маленькую убитую кухню на Авито и ее доделать, подделать, подрихтаврировать. Но в районе 10000, скажем так, назвать стопку дров кухни было сложно. Хотя ребята подсказывали, что, в принципе, за 15-20 тысяч можно собрать себе нормальную кухню, отличного качества. Да, не спорю, можно. Да и, в принципе, нужно. Нужно сидеть часто на Авито, то есть искать, листать. В кухне хорошего качества, такого более среднего сегмента, бывает, даже отдают. Это когда вы продают дома, продают квартиры. То есть, в принципе, можно успеть достать, если быть начеку. Но есть один маленький минус. Ну, как маленький, для кого-то маленький, для кого-то большой. Она может просто вам не поместиться в кухню, и у вас будет либо не хватать тумбочки, либо они будут спритыканы, и даже не сможете вместить холодильник, вам его ставят в прихожей. Такой тоже вариант возможен. У меня так было на съемных квартирах. Следующий этап была шлифовка. Все элементы, все полки я разбирал уже. Уже можно было их номеровать и шлифовать. Шлифовал я самую маленькую шкурку, которая у меня была. Так, чтобы шпон не слетел, то есть, не содрать его, а так слегка немножко пошкурить, убрать все эти краски, какие-то там жиры, отпечатки чужих пальцев, ну и так далее. То есть, просто привести в более-менее нормальный такой товарный, подготовленный, гладенький вид, чтобы в будущем уже нанести грунтовку. Кое-где, возможно, даже приходилось прошпаклевать. Но то, что я пошпаклевал, что-то я неправильно сделал. Скорее всего, я использовал не ту шпаклевку. Шпаклевка была на водной основе. Сначала попробовал пошпаклевать, чтобы потом на остальных они взбухли немного. Поэтому шпаклевание решало отказаться и в дальнейшем уже шпоном поклею. У меня не элитная кухня, у меня не дешевенькая, поэтому на первый раз, в принципе, думаю, пойдет. Шкурку ходила на ура. Ее хватало на буквально 3-4, ну 4 загнул, на 2-3 детали и она засорялась. Поэтому пришлось купить квадратный метр, нарезать его и использовать. Естественно, я попробовал взять зернистость побольше, чтобы не мучиться, но стоит немножко передержать и получалось, что весь шпон насквозь прошкуривался и было видно, что находится под ним. Поэтому лучше было использовать маленькую, немножко кропотливая работа, но она того стоила. КОНЕЦ 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 Жалко, конечно, что сейчас материал так здорово подорожал, просто я в планах, точнее в мечтах, хотел собрать кухню из клееного дерева, то есть такие готовые доски, готовые полотна, даже есть, по-моему, метр на два или полтора на три, то есть просто клееное дерево. Толщина, по-моему, 2 см. Я видел, как люди из такого материала делают кухни, там можно подтесать и покрыть лаком, и пошлифовать, и пошкурить, то есть там практически дерево. Ну, а в том числе работаю я, дерево назвать сложно, это какая-то субстанция из опилок лака смол, покрытая шпоном. Отшлифованные детали я потом уже паковал по 4 штуки, обматывал малярным скотчем, чтобы не перепутать, то есть 4 детали, это была уже подготовленная, готовая, отшлифованная полка либо ящик. Как видите, объем был действительно внушительный, теперь его осталось почистить, но естественно водой я почистить такой не смогу, она все разбухнет, поэтому я взял обезжириватель, белую тряпочку и все это протирал. Субтитры сделал DimaTorzok на то, чтобы протереть такой внушительный объем, я потратил около литра этого обезжиривателя, зато я ничего не разбухла, и все было чистенько и гладенько, и подготовлено к грунтованию. Только тут я уже малярным скотчем не обматывал, а просто крест-накрест с перехлестами делал формирование в пачке, чтобы в будущем, когда будут грандовать, я брал уже пачки сразу, не перемешивая, не перехлестывая. На будущее скажу, что все равно я все перепутал, потому что когда все покрасилось в белый цвет, там уже было непонятно, что где куда. Следующий этап был, это грунтовка, и проблем там было еще больше. Во-первых, нужно было очень много места, чтобы как-то положить деталь и покрыть их хотя бы с одной стороны грунтованием. Также вторая проблемка была, это ветер, благо грунтовку мне дал спонсор Красковья, грунтовка специальная, влагозащитная, выдержит даже погружение. Да, она не зеленого цвета, но ничего страшного. бывает в сером, бывает в зеленом окрасе, это грунтовка, это не покраска, поэтому не пугайтесь, все нормально. Грунтовать я, грунтовать приходилось либо рано утром, либо вечером, пока еще не было ветра, да и вообще, чтобы не было ветра, места не хватало, поэтому пока грунтовалась одна часть, вторая часть сохла, лежала, поэтому приходилось занимать буквально весь двор, всю будущую террасу, точнее, лаги от них, в общем, поэтому места очень не хватало. Поначалу грунтовал сразу, размешал грунтовку, налил в краскопуль и начал красить, но расход показался очень большой. Игорь Негода, благо подошел сосед и подсказал что грунтовку нужно разбавить растворителем мы разбавили специальным растворителем и от 4 это специально для красок и расход уменьшился практически в два раза покрывали вдвоем один наносил другой таскал ну скажем так потом еще появился третий кто потом все это переворачивал как бы там ни было хорошо это или плохо на грунтовку ушло еще два дня чтобы грунтовать первый день с одной стороны второй день с другой стороны грунтовка хорошо ложилась грунтовка также была глянцевая поэтому она еще и блестела а на то чтобы погрунтовать такой масштаб я использовал 8 литров грунтовки по железу именно по железу потому что она выдерживает как и влагу так и погружение а это на кухне самое то следующий этап была окраска окраска была тоже компания краска я предоставила мне объем еще 8 литров белой краски которая была не матовая а глянцевая это был ферракор 4 в одном тоже по металлу не боится ржавчина не боится воды в общем все как положено если покрыта краской кухню она будет практически вечная пока не отвалится сама краска если у железа который на улице вы выдержит больше 10 лет написано то кухня которая находится в помещении я думаю и подавно также разбавлял растворителем также старался чтобы не было ветра перед началом работ была проведена еще одна маленькая работа это опять было пошкуривание маленькая шкурка самой маленького сечения или как там крапления зернистости также слегка пошкуривал чтобы какие-то волоски и травки букашки которые прилипли будущей грунтовки пылинки все это пошкурить произветь также тряпочкой от обезжиривателя и только потом уже можно было поступать красить но не забываем про средства защиты органов дыхания это также полезно ну и также с помощью краска пулька приступал к краске также немножко смухлевал использовал такой маленький хитрожобый вариант так как кухня будет собираться и вы видите только то что находится внутри а стенки которые стыкуются по бокам сверху и снизу вы их в принципе никогда не увидите потому что верхняя часть находится под столешницей а нижней находится на полу так низкого уника не уклоняетесь поэтому я решил немножко сэкономить краски чтобы хватило без докупания я эти части вообще не красил то есть они так остались меня в грунтовке даже несмотря на то что некоторые детали с одной стороны не красил на покраску все равно ушло два дня потому что красть приходилось аккуратно там уже капельки не прокатывали что было без потеков без перетеканий всем что все было красиво аккуратно потому что это был уже чистовой слой там приходилось наш кожу стараться поэтому еще два дня ушло также позже к по краске присоединился еще один сосед который занимается окраской автомобилей поэтому у него тоже были навыки работы с краскопультом и в его руках был еще более меньше расход поэтому поэтому я передал свой краскопульт надежные руки с целью еще больше экономии чтоб краску точно хватило а все а все а Продолжение следует... Вот так выглядят готовые покрашенные элементы. Да, кстати, были предложения собрать ящик готовый и уже в собранном виде покрасить, чтобы ничего потом не перепутать. Но почему-то вариант показался мне немножко непрактичным. Следующий этап был это сборка. И тут сразу произошли несколько неприятных моментов. Так как был дождь, я в попыхах вечером все это занес домой, чтобы не намочило, потому что краска еще не высохла. Не прошло столько времени, чтобы она затвердела. Ну или более-менее затвердела. Поэтому все детали перепутались и приходилось по размерам угадывать каждый размер, каждую полку. Ну, если внизу понятно, больших к большим, то вот вверху они все были маленькие. Все в толщину, а в верхнем части еще и высоту были одинаковые, поэтому приходилось изрядно так побегать, поискать, какая деталь какой. Большая деталь нашли сразу, к таким деталям относится сушка. Ее, в принципе, было-то несложно. Она длинная, шириной 80, высотой 63. То есть там сразу она выделялась. Глубина не все были 32, поэтому проблем-то особо не было. Но все равно было забавно, когда каждую полку приходилось крутить, вертеть, чтобы что-то найти как-то. Ну, в общем, было весело. Естественно, поначалу собирались верхние ящики, потом нижние. Потому что нижние ящики собрались сразу на ножки. Ножки отступают от края одинаково, так как в будущем там будет еще приключена планка, которая спрячет от виду сами эти ножки. Скажу сразу, что финальная сборка приходится во много раз быстрее, потому что все отверстия уже намечены, все они заготовлены, просто закручиваются по готовой схеме и все. Единственное, на всякий случай, я еще добавлял третий конфирмат на те ящики, которые были двухпольщатые или трехпольщатые, чтобы их усилить. Ну, скажем так, я их купил, у меня их кучка, поэтому ничего плохого в этом нет. Некоторые ящики специально усиливал, у меня были бонусные конфирматы, потому что я купил их с запасом. Так вот, этот запас я потратил в дело, чтобы они были еще прочнее. В основном, это ящики были, которые были двухпольщатые, те ящики, в которые входили только там, допустим, какая-нибудь сушка готовая, посудомойка или плита, естественно, их усиливать там особо-то не было места, ну, то есть некуда было. Продолжение следует... Также безошибочно был собран духовой шкаф, ну, потому что там все детали были гигантские, перепутать там вообще было сложно. И, кстати, такой шкаф, вместо двух конфирматов, я использовал по три с каждой стороны. Я их усилил, так что самая прочная деталь, это именно духовой шкаф, ну, на моей кухне. Все верхние шкафчики нужно было чем-то обшить, ну, потому что там была просто покрашенная стена, а она как бы не смотрелась. Поэтому я использовал обычную фанеру МДФ. Использовал также от старого шкафа, фанера была хорошая, непомятая, ровненькая, чистенькая, поэтому я использовал. Можно было купить, в принципе, фанеру, потом ее покрасить белый цвет, где-то еще траты, еще дополнительные средства. Поэтому то, что готовое, готовое. Особой разницы, если у вас там находится посуда кастрюли, вы дальние стенки уделять не будете. Поэтому это уже дело вкуса, и придираться к этому смысла не вижу. К тому же, если стенка белая, то вся грязь, пыль, царапины видна лучше, чем вот на более темной поверхности. Ну и в дальнейшем собирал на чистовую. Обрезал по нужным размерам, протирал тряпочкой, также с обезжиривателем. И уже на строительный степлер с скобами в 1,2 см простреливал. Так что отстрять оттуда будет сложно. Кто-то использует гвозди, ну а степлер, в принципе, думаю, тоже неплохо. Но можно еще на скотч, мало ли. Задняя стенка МДФ продает не только законченный вид, что это готовая сборочная конструкция, но еще также отдавляет ребра жесткости, чтобы наша полка не перекосилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и осталось изготовить крепежный элемент. Это то, на что будет в дальнейшем крепиться сам навесной шкафчик. Я сделал две полоски из ОСБ-пятерки. Этого, в принципе, для того, чтобы этот шкафчик выделил не упал, более чем хватит. Но также можно купить готовый вариант. Это специальные элементы, которые крепятся на альминиевую рейку. Альминиевая рейка плюс два элемента, где-то 400 рублей. На 17 шкафов это еще где-то довольно-таки неплохая сумма. Поэтому бюджетный вариант был, это использовать полоски либо фанеры, либо ОСБ. У меня было ОСБ, поэтому использовал их. Как там подсказал подписчик, что он себе нечто подобное использовал. До сих пор неплохо держится и даже не шевелится. Использовал две рейки, на верхнюю часть и на середину. Закручивал их на оцинкованные саморезы, специально металлические, не черные, потому что их вырвет. Ну а в дальнейшем уже в этих самих планках будут просверлены два отверстия, и через них будет закреплено к стене. Очень, в принципе, удобно и аккуратненько. Продолжение следует... Ну и финальный этап, это сборка кухни. Все шкафчики необходимо было как-то закрепить под столешницей, на стене, к стене. В общем, собрать, полностью укомплектовать все, что там сделано, лепил. Происходило это в нескольких этапах. Первый этап был прислонение самого шкафчика к стене. Путем просверлены насквозь, с помощью готовленных заготовок насквозь, через них делал пометки, потом снимал шкафчик, в пометках делал отверстия. В отверстия загонялись дюпеля по газобетону, и уже потом обратно прислонялся шкафчик, и через эти отверстия, которые сделаны в нем, в дюпеля, ворачивались шурупы. И таким образом потихоньку кухня собиралась. То, что такое дюпеля, стены не оторвать, это факт, поэтому то, что шкафчик висит надежно, это точно. Вопрос, сколько они конкретно, какую массу посуды выдержат, неизвестно, но то, что лежат они там мертво, это точно. Так что, грубо говоря, то, что висит сейчас в стене, то есть на стене, это одна цельно монолитная конструкция, стянута между собой мебельными стяжками, так что, если один шкафчик вдруг захочет уйти, он не сможет, потому что ему придется потянуть за собой всю остальную часть кухни. Когда все сделано по размерам, в принципе, собирать удобно, но все равно начали с утра и провозили до самого позднего вечера. Ну, естественно, самое легкое было собрать это нижнюю часть, потому что не нужно было некие стремянки, все было не на весу, не нужно было сверлить стенку, нужно было только их состыковать, выставить одинаковую высоту и потом уже с помощью стяжек мебельных их стянуть. По мне, так это было самое приятное, это собирать низ, потому что его там с помощью специальных ножек можно было легко подрегулировать. А вот вверху все работы происходили на весу. Стяжки делал также обычным сверлом, сначала маленьким, потом большим. Если сделать сразу большим, то довольно-таки большой кусок сразу в ДСП отславивался и стяжка не могла закрыть вот эти вот отколупившиеся кусочки краски, поэтому приходилось делать немножко аккуратно. Крепил четыре стяжки на одну стенку. Получалось, что каждый шкафчик между собой был соединен с четырех сторон, итого восемь. Как только собранную кухню мы уже закатили под готовое место, Сайл создался уже вид, что это действительно кухня. Утром была маленькая перестановка, потому что мы вечером забыли впихнуть туда мойку. Поставили шкафчик под мойку и опять поставили все на место. И потом уже можно было соединять собранный элемент с духовым шкафом и самой мойкой. Следующий пункт был это монтаж раковины, то есть врезка в столешницу, плюс варочная панель, закрепление столешницы, в общем все как положено. Раковина была именно угловая, она должна была находиться прям идеально в углу. Можно купить готовую деталь, размерами на 120 на 120, плюс по бокам, как сама столешница 60 на 60. И эта угловая деталь, самая душманская, стоит около 10 тысяч. У меня столешница стоит 4, поэтому приходилось работать по факту, из того что есть. Приходилось немножко напрягать фантазию, как это будет все выглядеть, как это все впихивает невпихуемое, потому что такие размеры, то есть никто не делает, их нужно как-то либо саму изготавливать, либо изрядно попортить столешницу и чтобы что-то как-то получилось. Но в конце концов, после двух-трех ошибок и много-много распилов, напилов, зазоров и так далее, у нас получилось то, что в конце офиса видите, мой куда засунуть все-таки удалось. Пилить приходилось немало, уже в процессе того, как я распиливал, смотрел обучающее видео, как все пилится. Для начала были сделаны углубления, с помощью пера делается отверстие, то отсовывается лобзик и уже лобзик аккуратненько все это вырезается по надпилу. Пилится на 1 мм больше, чем сама мойка, чтобы то есть в будущем, когда мойка утопится, не было расклинок. И то бывает такое, что мойка расклинивает столешницу, и она там сидит как бы не очень хорошо. Столешницу при распиливании не дорезал, оставлял буквально миллиметр или два. В будущем потом туда подставляешь линейку, ножом проводишь, и получался прям взор как с завода. Аккуратный, без сколов. Хотя стресса ко мне с завода приехала уже со сколами. Там даже шпон не смогли идеально ровно нести, там 2 мм скакало. Ну такой себе, завод видно походу китайский был. Потом все края, как написано в руководстве по заготовлению и установке монтажу мойки, покрыт лаком. Так я и сделал на 2 раза все пропиленные стороны, покрыл лаком на 2 раза. Но потом подписчики подсказали мне, что все это чушь, ничего это не помогает, где-то мог пропустить, покрой все силиконом. Поэтому сначала в один день я покрылся лаком, потом когда узнал, что нужно покрывать все силиконом, так лучше, покрыл еще раз все силиконом. Самое идеальное это поставить ровную столешницу. Кусок ровной столешницы просто ставится, сбоку подшивается специальным наконечником под столешницу, который закрывает торцевую часть, чтобы она была в законченный вид и чтобы рез даже сделан кривой. Вверху была такая прилегающая планка, которая делала вид, что он прям идеально ровенький. И все. С ровной в принципе проблем не было. Но были проблемы в углу и с угловым дополнением. Угловое дополнение было, находилось, размещалось, существовало прямо над батареей. То есть потом в процессе там нужно будет сделать специальное отверстие. Опять же спасибо подписчикам подсказали, чтобы был зазор. То есть между столешницей и батареей должен циркулировать воздух, чтобы окно не потело. К тому же это находилось, у меня получается, в воздухе. Там не планировалось никаких шкафчиков, а значит нужно было сделать какое-то устройство обустройство. Для этого купил специальные уголки, которые для этого предназначены на два уголка. Думаю, более чем хватит. Каждый уголок выдерживает 150 килограмм. Два уголка, итого 300. В принципе, даже если я сяду, ничего страшного не будет. Поэтому два уголка, думаю, самое то. Под ним будет сидеть батарея и между ними будет находиться вент-зазор, из которого будет циркулировать воздух. Но это уже будет немножко сделано в дальнейшем. Потом к прямой части стыкуется угловая часть, в которой непосредственно будет размещена мойка. Закрепилось сразу на мобильные уголки, чтобы туда никуда не убежало. Уголки стал каждые 15 сантиметров, так что крепление было основательное. Боковые части, которые не касались мойки, которые стыковались просто друг с другом, тоже засиликонил. Это тоже посоветовали, поэтому силикон стоит недорого. А если разбухнет, то весь труд будет на смарку. Поэтому лишний раз лучше засиликонить. А чтобы распределение было прям идеальным, я использовал маленький резиновый шпатель, который использовал для затирки. И прям по всей ширине аккуратненько все это наносил. Края заранее обклеил скотчем, чтобы потом в будущем не оттирать этот герметик от самой столешницы. Края заранее обклеил скотчем. Ну а потом снял малярный скотч, стыковал боковую часть и место стыковки также закрыл специальной планкой, которая для этого предназначена. Мойку посадил также на силикон. Мойка была сделана из искусственного камня, поэтому дополнительные системы крепления отсутствовали. Силикон, мне кажется, это все, что будет удержать. Ну а теперь просто утапливаем в готовое отверстие. И на то, чтобы силикон хорошо взялся, я положил внутрь полную баклажку 20-литровой воды, чтобы она прям основательно туда прям прилипла. Ну и излишки силикона аккуратно мокрой тряпочкой собрал и убрал. В следующий раз лучше использовать малярный скотч. Вам-то не придется оттирать лишние остатки этого силикона от столешницы. Ну а теперь осталось всю эту конструкцию подключить. К полипропиленовым трубам припаиваю специальные наконечники с резьбой, чтобы в будущем туда подключить кран для холодной и горячей воды. Заранее сделал ответвление, то есть перекрестие. Еще один кран поставил, который будет закрываться под мойкой. Все правильно. Зачем? Это подача воды на посудомоечную машину. Поэтому на всякий случай перекрываться будет под мойкой. В идеале бы еще сделать два крана до самого смесителя, но умная мысля приходит напосля. Устанавливаю смеситель, который я ранее рекламировал и подключаю его. И не забываю также поставить двойник на слив. Один слив идет от мойки, а второй будет идти от посудомоечной машины. Ну и так же быстренько, аккуратно собираю сам комплект от самой мойки. У самой мойки находятся три слива. Основной большой, маленький и для сушки посуды. Благо 21 век, там крепления все можно закрутить уже без отвертки. Но тут я ничего силиконе не стал. Тут в принципе вроде ничего такого-то и не требовалось. Но если конечно вдруг потечет, то я все разберу и тоже все полностью за силиконе. Так, для профилактики на всякий случай. Ну и так же один из подписчиков подсказал, что у такой мойки обвалилось дно. То есть там была полная посуда плюс вода и это все может рано или поздно обвалиться. На всякий случай я усилил его дополнительной рейкой. Ну и теперь наверное самый главный вопрос. А сколько все это стоит, а не проще ли было купить уже готовую кухню и так не париться? Ну давайте все по полочкам. В принципе, если сейчас все это посчитать, то сумма небольшая. Но опять же я немножко разделил, сейчас объясню почему. Итак, быстренько пробежимся. Сверла 150, посудосушитель 2000, боковая корзинная панель 1900, конфирмат, имеется в виду не который просверливает, а который вместо самореза. Это мебельный 5х70, 350. Сам конфирмат, который загоняет, это насадка на шуруповерт. Еще плюс 350 рублей, 400, ну как найдете. Плюс межстационная стяжка, это то, что стягивает сами ящики между собой. 250 рублей наборчик, там 40 штук. Потом идет уголок сверху, в который шпон вставляется, это для красоты уже. Там уголок, плюс боковые, плюс алюминька, это который на стыках. Все это я объединил, 1000 рублей. Ножки, 6 комплектов, 500 рублей. Подсветка светодиодная, разная, ну не знаю, можно за 300 рублей найти, 6 метров. Я взял в комплекте с пультом, со всеми расцветками за 700 рублей на Алиэкспресс. Силикон хороший, 400 рублей. Также была грунтовка, 1209 литров. И была краска, хорошая, автомобильная, ну либо железная. В среднем целом сегменте, можно подешевле, можно подороже. Мне встал где-то в 5000, плюс-минус. Итого 14500. Кто чувствовал подвох, объясню сразу. Тут не хватает трех элементов. Это столешницы, мойки и смесителя. Почему я их не добавил? Сейчас я их добавлю, поймете почему. Если без этого, то все это стоит 14500. Но если возвращаемся к столешнице, к мойке и к смесителю, то вот, например, смеситель, который мне дали по рекламе, он стоит 11. Если бы я покупал, я бы взял его, естественно, в пределах 3000. Мойку взяли тоже не самую дешевую. Можно за 2 найти, можно за 10. Мы взяли по акции, то есть заранее, еще до того, как планировали кухню. Она у нас встала в 400 или в 400, 200, ну там плюс-минус. Ну и столешница. Можно взять самую тоненькую, по-моему, 2 сантиметров, если не ошибаюсь, меня поправите. Там она буквально стоит, эти вот 3 метра, ну стоит 2 или 1900. То есть вот эти вот 4 метра, которые я вырезал, ну извините, 6 метров, которые я вырезал, они будут стоить 4000. Но это будет самая душманская столешница, самая тоненькая, самая душманская мойка. И более-менее что-то похожее на смеситель, в пределах 3000 можно найти. Самый душманский можно за полторы. То есть тут дело вкуса. Если добавляем то, что у меня здесь есть на картинке, это столешница, 2 куска, каждый по 4,5, это 9000. Мойка недешевая, искусственного камня, 4300. Ну и смеситель. Да, это по рекламе, естественно, 11 тысяча не буду докидывать. Я бы, если сам покупал, мы взяли бы где-то до 3000, мы спокойно уложились. Поэтому докинем сюда еще 3000. То есть, вот то, что вы сейчас видите на ролике, стоит 31 тысячу рублей. Не знаю, много это или мало, но в принципе, как мне писали в комментариях на втором канале, что за такую сумму можно найти готовую кухню, уже выпиленную под размер, с фасадами, с ручками и не париться и не морочить никому голову. Так что ищите, покупайте, радуйтесь. У меня получается это плохо, поэтому я стараюсь где-то что-то сэкономить сделать сам. Но самое главное, что когда будут фасады, все, что возможно сделано там криво, косо, где-то поцарапано, все это скроется. То есть, фасады сделают свою работу. Ну и когда кухня будет полностью отделана, то есть, полностью будут фасады, барная стойка, специальные барные плафончики, она уже на дешевую быть, похоже, не может. Но мы все это посчитаем, постараемся тоже сделать как можно подешевле. Ну и, конечно же, огромное спасибо тем, кто досмотрел до конца. Отпишите в комментарии, сколько вас, наверное, человек 5-6. Огромное вам спасибо, старался реально, 2 недели пытался намонтировать и озвучить. Даже несмотря на зубную боль и обезболивающих, я старался выпустить вовремя в субботу, но не получилось, боль берет свое. Поэтому еще раз спасибо, всем счастливо. С вами был самоостройщик Леха. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok